Так зачем снимаете-то? Выключите. Встречают неласково. Здесь рады тем, кто с металлом, а не с камерой. Или тем более с постановлением суда. Приставы с сотрудниками УМВД сюда, в гаражный кооператив, нагрянули из-за неоплаченных штрафов. За незаконную деятельность их накопилось за несколько месяцев. Восьминство задолблено в среднем 80 тысяч рублей. Деньги хозяйка отдает тут же рисковать единственным оборудованием, которое могут конфисковать весами. Не хочет. Работа может встать окончательно. И так, выручки за несколько месяцев едва хватит оплатить накопленный штраф. Подсчитать это несложно. Принимаю по 6 рублей. Черный металлолом. Сдаю по 9. Получается 2 рубля зарабатываю на килограмме. За две недели 400 килограмм. Сколько тут выручка? Следующая точка. Похожий гараж на путейской. Штраф меньше, но нарушение тоже незаконный бизнес. Хозяин Игорь Александров рассказывает, уже давно хочет легализовать дело. Но есть нерешенные вопросы с землей. Проблема с земельным участком. Подъезду вот сюда не дает город, потому что кооператив стоит на нескольких участках железной дороги и к городу относится. Поэтому пока владелец гаража вынужден каждый месяц платить один и тот же штраф. Едем дальше. Еще один пункт приема лома. Обстановка, как везде. Небольшой гараж, железный хлам, яркая вывеска. Лом здесь. Только вот здесь нет хозяина. Звоните, либо сейчас приезжают, либо арестовываем весы. Не прошло и получаса, как должник приехал с деньгами в счет оплаты штрафа. Так же уже не первого. Давайте я оплачу сразу. Пройдемте в машинку тогда, если есть. Пройдемте, пойдемте. Процедура одинаковая. Если должник оплачивает штраф, приставы оформляют документы и уезжают. В противном случае арестовывают имущество. Только с начала года таким образом было взыскано несколько сотен тысяч рублей. Проведено более 20 рейдов. За один рейд где-то проезжаем 10 должников. Должники все свои штрафы по административным делам оплачивают. Не хотят лишиться своего имущества. Поэтому такие рейды дают результат. Но точек приема и продажи лома становится только больше, отмечает приставы. Легальных бизнесменов в этом секторе совсем немного, ведь штраф за нарушение небольшой – от двух тысяч рублей. И на деле это оказывается дешевле, чем соблюсти все законные требования. Мария Суворова, Николай Замараев, Новости Вологды.